Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Какие структуры задействованы в борьбе с наркоманией и какая помощь требуется от общественности? Об этом мы говорим сегодня. В нашей студии заместитель руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Николай Рудаков. Здравствуйте, Николай Михайлович! Здравствуйте! Ну, чтобы бороться в нужном направлении эффективно, нужно знать тенденции. Ну, вот как я себе представляю. Скажите, пожалуйста, вот в борьбе с наркоманией, что сегодня происходит? Количество наркозависимых увеличивается или ситуация стабилизируется? Или, может быть, есть улучшения? Если по Самаре говорить, то что можно сказать? Если проанализировать обстановку. Да, я понял ваш вопрос. Значит, на период с 2014 по 2016 годы на территории городского округа Самары существовала и действовала муниципальная программа по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самары. С общим объемом финансировано 28 миллионов рублей. В 2016 году действие программы закончилось. Она имела свои положительные результаты. Ну, такие, например, как снижение доли несовершеннолетних среди лиц, употребляющих наркотики, повышение правовой грамотности населения, улучшение организации работы среди группы риска. Это молодежь в возрасте от 16 до 24 лет. Итоги программы были заслушаны на коллегии администрации городского округа Самара и на контрольном комитете Думы. На 2017 и 2019 годы принята новая программа профилактики по наркомании, в которой задействованы также все структуры, которые входят в систему профилактики по борьбе с наркоманией, утвержденной указом, точнее, законом федеральным номером 182. И тоже выделено финансирование, да? И тоже выделено финансирование, но с учетом экономической ситуации, финансирование немножко, конечно, меньше, чем то, которое было в 2014-2016 годы. Но при условии, если дефицит бюджета, или появится профицит бюджета, то, естественно, те заявки, которые поступали от департаментов в отдел финансовый, они будут учтены и утверждены. Все зависит от экономической ситуации. Вот чтобы мы понимали, в эту программу что входит, какие мероприятия, какие направления, вот как вы действуете? Ну, не только вы, это же целая система, целый комплекс. Да, чтобы было понятно, значит, на территории городского Гасамара сформирована постоянно действующая антинаркотическая комиссия, куда входят представители всех субъектов профилактики, образования, опеки, социальной защиты населения, здравоохранения, значит, правоохранительные органы, прокуратура и другие общественные формирования, которые принимают участие в этой деятельности. Комиссию возглавляет глава городского Гасамара Врусов Олег Борисович. Комиссия работает на плановой основе, заседание проходит ежеквартально. На заседании заслушаются как руководители отдельных направлений деятельности, руководители департаментов, так и представители других организаций, где мы считаем на основе анализа проведенного какая-то ситуация связан с наркоманией, очень себя как бы беспокоит. Ну, например, учебные учреждения, там, руководители или какие-то другие организации, где, значит, работают люди, где имеется молодежь и которые могут по своим, значит, возможностям повлиять на ситуацию, чтобы поправить положение. Кроме этого, начиная с 2014 года на территории городского округа Самара действует пилотный вариант «Город без наркотиков». В текущем году этот пилотный вариант мы продлили до 2019 года. Данный план утвержден главой городского округа Самара и согласован со всеми правоохранительными структурами. Это МВД, Росгвардия и прокуратура. А вот конечной точкой, целью что является? Вот до 2019 года к чему стремимся? Ну, мы стремимся, как можно, чтобы больше была грамотность населения, как можно, чтобы было больше неадекватного реагирования на тех лиц, которые распространяют и потребляют наркотические средства, и как можно меньше молодежи увлекалось или принимало наркотические средства, то есть ввели здоровый образ жизни. То есть это профилактическое в основном? Да, в основном это профилактическое. Здесь нет каких-то оперативно-поисковых мероприятий, которые проводят правоохранительные органы. Здесь чисто работа направлена на профилактику. Потому что в законе 182-й говорится, что органы местного управления полномочия определены. И четко говорит, что мы должны устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений. То есть вы тесно работаете, в общем-то, с образованием? С образованием, с опекой, с органами социальной защиты, с медицинским учреждением, которое расположено на территории городского округа Самары. Ну, там, значит, нас областной наркологический диспансер с руководителем вместе работаем. А что сегодня самое такое тревожное? Как-то меняется же обстановка? Куда раз и нужно направить свое внимание? Что сегодня особенно вас тревожит? Даже вот как заместитель руководителя департамента. Что происходит в этой сфере? У нас тревожит то, что все большее преступление стало выявляться, которое совершается с использованием неконтактного способа распространения наркотиков. Так можно сказать. Вот и как раз одна из причин принятия этого плана «Город без наркотиков» является то, что мы периодически проводим встречи с населением по отдельному плану, с руководителями управляющих компаний, значит, ТСЖ, на которых присутствуют руководители правоохранительных органов, это полиция, прокуратура. Мы пытаемся, значит, получить информацию от населения о том, где, каким образом наркотики распространяются, значит, кто эти наркотики, если это известно, распространяется. Информация может быть дана как анонимным способом, мы не записываем на фамилии имя отчества того, кто нам информацию представляет. И если человек не возражает, то информация может быть представлена в письменном виде с указанием теханкетных данных человека, который обратился к нам за помощью. Вы сейчас сказали, Николай Михайлович, неконтактный способ распространения наркотиков, да это что-то вообще такое, что-то новое, да? Ну вот в этом году уже выступал начальник УМВД по городу Самарий Блохин, они расследовали два уголовных дела по статье 90, по-моему, преступного сообщества, там привлечено более десятка лиц к ответственности, около двух десятков, по-моему, так. Речь прошла о том, что вот эти группы занимались неконтактным способом распространения наркотиков через интернет, через систему интернет. То есть используем системы закладок в каких-то местах, ну а при встрече с населением мы такую информацию иногда получаем, что когда нам обращаются жители, говорят, что да, вот я, допустим, бабушка гуляет сейчас с ребенком и обращаю внимание, что вот в одно и то же место подходят молодые люди и там что-то там ищут и так далее. Вот, кроме этого, мы с использованием общественности работаем по пресечению фактов распространения сведений о способах получения наркотиков на стены домов. Да. Вот, вот в этом году наши члены добровольной народной дружины активно работали вместе с прокуратурой и в итоге мы получили обращение заместителя прокурора городского города Самара о необходимости поощрить членам ДНД, которые активно в этом участии принимали. В настоящее время эта информация рассматривается и находится на согласовании, чтобы мы могли правами главы городского округа Самара поощрить. Ну а к сведению, за прошлый год глава городского округа Самара поощрил более 26 членов ДНД, которые активно участвовали в охране общественного порядка и оказывали помощь полиции в поддержании правопорядка во всех мероприятиях общественного значения, которые проводятся на территории нашего города. И хорошо, что такие встречи проводятся именно с правоохранительственными органами, потому что человек, который не в теме, да, вот вы говорите, там что-то неконтактное, какие-то объявления, если человек в этом не разбирается, да, он даже внимания на это не обратит, а тот, кто заинтересован, он эту информацию найдет. И у нас есть сюжет как раз о том, как уничтожается реклама наркотиков на фасадах. Давайте его посмотрим и продолжим разговор. Сейчас эти надписи едва различимы. После проверки их закрасили. Информацию о своем товаре продавцы зелья размещают прямо на фасадах. Чтобы реклама не стала двигателем наркоторговли, сотрудники прокуратуры регулярно выходят в рейды. В этом году провели уже две проверки. Во всех районах города десятки нарушений. Уже удалось найти девятерых человек, которые могут быть причастны к размещению рекламы. Они арестованы. Им грозит тюрьма. Наказание ждет и тех, кто просто покупает и хранит у себя товар. В зависимости от количества приобретенного либо хранящегося наркотического средства, ответственность предусмотрена в виде лишения свободы на срок от трех лет до 15 лет. Идет не только реклама конкретно наркотического средства, но и интернет-площадок, на которых осуществляется торговля наркотическими средствами. В основном реклама идет синтетических наркотиков, спайсов, солей. Активности наркоторговцев можно позавидовать. Едва исчезают прежние надписи, как появляются новые. И это сильно настораживает жителей. Это очень плохо. Потому что умирает население из-за этого. И там всякие болячки возникают, зависимости, дела. Надо с этим бороться правильно. Если ребенок видит, что люди курят, спрашивают, что такое. Конечно, вопрос, если наступает о наркотиках, конечно, это опасно. Конечно, плохо. Детям и всем окружающим. В результате проверок у продавцов запрещенных веществ было изъято 5 килограммов наркотиков. Теперь наркодилеры могут отправиться за решетку на срок до 20 лет. Сейчас лето. И вот как у вас работа может быть ослаблена из-за того, что каникулы в школах, в образовательных учреждениях, которые основными являются вашими, наверное, внимание учреждениям образовательным вы уделяете все-таки? Или как? Вот именно в летний период как выстраивается ваша работа? Интересно. Потому что лето – это, с другой стороны, время для отдыха и каких-то таких даже дурных мыслей. Да, вот расслабиться, еще что-то. Да, вы правы, но лето не служит основанием для того, чтобы нам расслабляться и ничего не делать, а ждать наступления осени. С наступлением летнего периода и департамент образования, и другие заинтересованные структуры, в том числе комитет по делам культуры и молодежи, они проводят свою работу в лагерях дневного пребывания. Это лекции, беседы, различного рода тренинги. Выезжают в детские оздоровительные центры, которые находятся за пределами города Самары, но под ведомостью городского округа Самары. Там проводят мероприятия, в том числе интерактивные мероприятия. Ну, например, вот комитет по делам культуры и молодежи проводил мероприятие в 2016 году по ориентированию спортивному. Это для того, чтобы отвлечь тех, кто находится в лагере, чтобы они чем-то занимались, чтобы у них была какая-то мотивация к здоровому образу жизни, а не просто они сидели там и не знали, чем заняться, а какой-то добрый дядя пришел там и предложил им расслабиться, вот видите, понюхать или покурить, или что-то еще такое наподобие. Вот, кроме этого, значит, молодежный центр работает в рамках программы «Молодежь Самары» и программы профилактики правонарушения безопасности городского округа Самары. Вот, в текущем году они провели 114 мероприятий антинакотической направленности с охватом более 30 тысяч человек и провели мероприятия, значит, просто профилактической направленности где-то в районе свыше 400. Общий охват населения – это более 16 тысяч. В основном это молодежь. Кроме этого, во всех детских оздоровительных лагерях имеются вожатые, имеются руководители, которые работают по отдельному плану, по профилактическому, то есть в числе вот работа строится по защите от каких-либо зависимостей, не только наркотической алкоголи, не другой, чтобы дети были заняты, чтобы дети знали, что это такое. Для этого издаются специальные пособия, брошюры. Вот, например, Комитет по драмам культуры и молодежи издал книгу Челла, чтобы, значит, 200 экземпляров. Ее, по-моему, распространили. И там такого рода информация? А там информация в основном о том, что такое, что из себя представляют наркотики, как с ними бороться и зачем их управлять. Вот о вреде наркотик. Да, вот та работа многоступенечно-многослойная, и очень объемная, которая проводится всеми субъектами. Она и позволит в какой-то мере сократить то количество потребителей наркотиков, которые в настоящее время находятся на территории Самарской области. С 20 тысяч до 14 тысяч. Это информация замминистра здравоохранения Самарской области, Сачинская, Татьяна, которая была распространена в интернете. И она же была доведена, значит, на прошедшем недавнем совещании руководителей, кредиционном совещании руководителей правоохранительных органов, которое проводил Меркушкин, на котором присутствовала глава городской области Самары. И один из вопросов, это был вопрос борьбы с наркоманией. Ну и там ряд других вопросов, тоже направленных на защиту населения, здоровье населения. И было констатировано, что какие-то позитивные сдвиги в этом направлении, они имеются. Но это имеется, говорится о том, что, например, на учете стало меньше градусов 11-летних, которые прилетят наркотики. Вот у нас есть такое подразделение, как комиссия по делам 10-летних, которая является координирующей и контролирующей структурой, объединяющей всех муниципальных учреждений, общественные организации, которые занимаются профилактикой или борьбой с правонарушениями в целом, можно сказать. Значит, работа их основана на законе 120 об основах системы профилактики безназонности правонарушения несовершеннолетних. В систему профилактики входит, я, может быть, повторюсь, но еще раз скажу, что это и отдел образования, департамент спорта, департамент культуры, здравоохранения, МВД и все другие заинтересованы. Понятно. В последнее время обсуждается такое направление, даже идея, чтобы наказывать несовершеннолетних за употребление, причем наказывать серьезно. Вот идут такие обсуждения, даже принять на законодательном уровне. Как вы к этому относитесь? Чтобы вводить наказание за употребление, даже не распространение, а вот поймали подростка. Наказание, кодисом КУАП предусмотрено, 16-летнего возраста. Такое серьезное уже планируется. Такое серьезное. У нас цель, значит, все они в том, что ужесточить наказание в отношении населения. Дело в том, чтобы сделать так, чтобы они больше не занимались приемом наркотиков, отвлечь их. Это надо, чтобы они прошли соответствующий курс реабилитации. Это надо, чтобы для этого с ними работали не только в учебном заведении, но и какие-то другие некоммерческие общественные организации, которые имеют свой материальный ресурс по реабилитации наркозависимой части населения, в том числе несовершеннолетних. Вот, кстати, слово сказать, что все некоммерческие общественные организации, мы, как бы, прежде чем работать в этом направлении, проводятся проверки через органы Министерства внутренних дел. Соответствует ли эта организация тем требованиям, которые, значит, они заявляют или нет? Понятно. Если разобрать вот такую конкретную ситуацию, попадает подросток, попался на том, что он употребил вот какое-то там наркотическое вещество, что с ним происходит дальше? Вот роль комиссии по делам несовершеннолетних какая? И вообще, вот, вы говорите, наказание предусмотрено. Какое? Как он реабилитируется? Куда он направляется? Вот как с этим разобраться? Вот именно подростки. Значит, по каждому факту доставления несовершеннолетних в лечебное учреждение немедленно информировался территориальный отдел полиции, или, так скажем, орган внутренних дел, который, соответственно, проводит проверку о том, где, как, когда и с кем этот факт имел место, почему несовершеннолетний это сделал. И материал направляется в комиссию по делам несовершеннолетних. Комиссия по делам несовершеннолетних, своего рода, тоже проводит проверку и уже приглашает на заседание несовершеннолетнего с родителями, где вопрос может стоять и об ответственности родителей, если они не занимались соответствующим образом воспитания ребенка, или вопрос стоит о том, чтобы наказать этого несовершеннолетнего, каким образом доказать меры его ситуативного воздействия. Это суд может обязать тех лиц, которые допускают немедицинское потребление наркотических средств, обязать пройти курсы медицинского лечения. Такая работа проводится. Эти лица стоят на контроле в органах внутренних дел, в системе МВД. Они проводят проверку, как проводится лечение, то есть где они. Непосредственно проходят лечение. Но есть лица, которые уклоняются от лечения. Это право, да? Каждый имеет право уклониться, да, получается? Это же не обязательно? Это обязательно. Непринудительное лечение. Потому что за уклонение там тоже ответственность присмотрена. Если человек уклоняется, значит, он не сделал должные выводы и может способствовать совершению или правонарушений других, или преступлений. Кроме этого, ежеквартально комиссия по 12 лет проводится в Верховной, с медицинскими учреждениями, с органами внутренних дел, о тех лицах, которые были доставлены. Ну, вот, например, в текущем году было доставлено в больницу на Глазную клиническую имени Середая, там 13 человек, 13-летних. Вот из них 7 человек были привлечены к ответственности, рассмотрены на комиссию прилавных шлетних. Значит, двое оказались не жителями города Самары, а в отношении троих производство административное было прекращено с отсутствием состава правонарушений. Да, потому что профилактика профилактикой, но факт это есть. И интересно вот именно как уже с теми, кто употребляет, и кто вот в это включился уже, вот вольно или невольно. Вот это да, но теперь понятно. И еще вот вы сказали, что много мероприятий летом, чем я, в общем-то, была удивлена, потому что мне казалось раньше, что это затишье такое некоторое. Еще Самарский дом молодежи, с которым вы тоже тесно сотрудничаете, есть ли у вас совместные тоже мероприятия, как происходит вот разработка таких мероприятий, они к вам обращаются с инициативой, вы их поддержите, есть ли возможность их поддержать? Вот как все это происходит, ваше сотрудничество, взаимодействие? Ну, вот они работают в рамках двух программ. Это «Молодежь Самары» и программа про филактики, про нарушения безопасности городского округа Самары. Ну, в том числе программа, о которой я говорил вначале, передачи, это по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Да, работа они стоят планово, и мы с ними контактируем. Ну, например, вот я уже упоминал, пилотный проект «Город без наркотиков». Представляется план мероприятий, который глава утверждает, со всеми согласовываются, направляются во все заинтересованные департаменты, субъекты профилактики. И, например, вот последний факт, 29 июня, с участием всех заинтересованных, это прокуратура, МВД, департамент образования, культуры и комиссии подаванных летних, были проведены мероприятия на территории советского района, в парках. В сквере Чехова, в парке Дружбы, в парке Победы. Значит, народ должен видеть население о том, что работа проводится в парках по поддержанию общественного порядка. Основная цель этих мероприятий направлена на выявление и пресчение фактов распития напитков спиртных, в том числе, несовершеннолетними, и пресчение фактов оптимения наркотических средств. Вот за период проведения рейда, он проводился с 20 до 23.00, было проведено 8 бесед профилактического характера. Но это тоже хорошо. Самое главное население, мне рассказывали участники рейда, что многие были уделены, такая большая компания идет с повязками, в форме и так далее. У всех вопрос возникал, в связи с чем, почему какие-то там события, может, неодненно случились. Такие мероприятия мы проводим планово, по графику. Другой пример сотрудничества, учитывая то, что сейчас уже сформированы в районах общественные советы, есть управляющие микрорайонов. Мы совместно по согласованию с ОМВД планируем проводить ежемесячно, вот в рамках опять города без наркотиков, не встречи с руководителями ТЦЖ и управляющих компаний, они будут присутствовать, а с управляющими микрорайонов. Мы хотим, чтобы... Которые ближе, собственно говоря, к людям. Это и входит в их задачу поддержания порядка, от которых мы можем получить информацию, ну не только по наркотикам, но и о тех, например, лицах, которые проживают в адресе незарегистрированном, ну, например, иностранные граждане, которые живут и так далее. В общем, любую информацию мы можем получить. В общем, общественность привлекаете. Да. Насколько вот эффективно ваше взаимодействие с общественностью? Вот какие примеры вы можете привести? Потому что мы все понимаем, что не очень охотно люди рассказывают про другого, даже если что-то какое-то подозрительное видят, чего-то боятся, да, боятся, что потом отомстят им за эту информацию. Бывает такое, конечно, люди все переживают, я понимаю, все они живут и все как бы беспокоятся. Ну вот, например, по итогам встреч за прошедший год мы получили 19 информаций от населения, пусть анонимного характера, но из них по четырем уголовным делам возбуждены, то есть факты подтвердились. Вот, вот это уже эффект. По остальным, это процесс длительный, вот в течение недели пошли проверили, все подтвердилось. По остальным проводится проверка. В этом году мы уже получили по телефону доверия 7 информаций. Мы получаем информацию, направляем для принятия решения проверки в органы внутренних дел, а для контроля за принятым решением, прокуратуру, которая проверяет правильность обоснованности принятого решения. И от них в итоге получаем ответы о том, что та информация подтвердилась, не подтвердилась, и при встрече с населением мы обязательно озвучиваем тот результат, который мы получили от граждан по вот этой проблеме. То есть система выстроена? Нет такого, что кто-то позвонил там тайно, что-то рассказал тайной информации, и все так и... Нет, нет, нет. Все, то есть на каждый звонок, даже анонимный, есть, идет действие, идет последовательная такая цепочка. Ну все, это очень важно. И кроме наркотиков, может, вы вот уже упомянули, алкоголь. Скажите, пожалуйста, что сегодня можно в этом отношении, что нельзя? Потому что даже визуально видно, что меньше и людей в алкогольном опьянении, и тем более пьющих там из бутылок и так далее. Вот что можно, что нельзя, и какое противотействие вот именно употребление алкоголя в общественных местах ведется? Ну вот сейчас, в связи с тем, что бурно обсуждается вопрос о том, что существенно снизились доходы от реализации алкогольной продукции на территории Самарской области, и одно из предположений это связано с тем, что это теневой бизнес присутствует, предпринимаются разного рода как бы шаги. Вот в Самарском обозрении, вчера была опубликована статья, я прочитал о том, что решается рассматривать вопрос Самарской губернанской думы в лечении временного промежутка продажи алкогольных напитков. Как вы к этому относитесь? Это же тоже запретительная мера, но с одной стороны, как вы к этому относитесь? Какой смысл запрещать? Если там человек пьет, надо ему в пять часов утра найдет, где взять. Но лучше он пусть идет легально, в магазин купят напитки спиртные, которые не содержат каких-то отравляющих веществ, и не надо потом его лечить, тратить дополнительные деньги. Какие вот примеры? В Ирковуцкой области, в Подмосковье недавно. Люди покупали не в официальных магазинах, а где-то в киосках настойку, которую там делали неизвестно где. Поэтому, с одной стороны, это может быть и лучше будет, и поможет уйти из теневого бизнеса всех этих товарищей, как бы выжить. Но это на этапе обсуждения сейчас пока, да? Ну, это в Думе. Это то, что я прочитал вчера в Самарском обозрении. Она по понедельникам уходит по четвергам. И еще, вот раз уж вы затронули эту тему, сейчас еще одно идет обсуждение, но не знаю, как оно связано с общественной безопасностью. Запрет мата, вплоть до того, что дома нельзя будет ругаться. Вот тоже интересно ваше мнение. И вообще, с общественной безопасностью это как-то связано, или это просто вопрос культуры? Это вопрос больше культуры, потому что, ну вот сейчас если взять проблему борьбы с курением, вот как бы закон уже сточили от запрещения курения около подъезда. Ну, возможно, это правильно. А с другой стороны, ну, живой, допустим, на там 12-м этаже, у меня там сосед там через этаж курит. Куда дым-то идет? Он дым-то весь вверх идет. Вот лето сейчас, окна открыты, балкон открыты. Выходишь и запах курю. Сам не куришь, а запах присутствует. Ну, что делать? Люди есть люди, мы тоже понимаем его. Он не курит специально, целенаправленно, чтобы не отравить, а он как бы свою потребность появляется. А то, что касается запрета торговли с алкоголем и напитками, они запрещены в перках, в скверах, там есть определенные расстояния, на которых запрещается торговля с напитками. Это определенные меры, которые способствуют снижению уровня алкоголизации населения, в том числе подростковому. И ДНД за этим следит? Да, и ДНД не следит, она просто, потому что у них нет таких полномочий следить и контролировать. Просто в процессе работы сотрудников органов ТНД при патрулировании, они на это тоже внимание обращают. И сотрудник полиции, естественно, когда с ним ходят двое гражданских и как-то обращает внимание, он тоже должен реагировать на эти факты. Ну вот эффект есть все равно, даже вот визуально видно, что нет такого уже массового. Еще вопрос общественной советы. Вот Николай Иванович Меркушко недавно проводил совещание в МТЛ-арене со всеми вновь образованными или членами общественных советов выступали ряд членов общественных советов по районам, которые приводили примеры, в том числе по Октябрьскому району приводили пример по контролю за незаконной торговлю алкогольными напитками. То есть вот еще одна сила, которая способна помогать правоохранительным органам наводить порядок в плане торговли запрещенными алкогольными или там нелетензионными алкогольными напитками. Ну мы уже разобрались с таким злом, как наркотики, алкоголь, курение. И все-таки вот если вернуться к вопросам общественной безопасности, такое тревожное сегодня все-таки время, как мы видим, да, вот и в европейских странах, и у нас там террористические акты. Вот на что ваш департамент сегодня направил в этом отношении свою работу? Может быть даже жителям нашего города на что обращать внимание? Какие-то вот предупредительные от вас советы? Потому что действительно время такое неспокойное. С учетом того, что угроза совершения террористических актов, она сохраняется. И, к примеру, тому подтверждение в прошлом году сотрудниками УФСБ по Самарской области было зарегистрировано два факта изъятия на территории. Один факт на территории Краснолинского района, второй факт на территории Кировского района, самодельных взрывных устройств, в том числе задержанные лица, которые принадлежали, или которые изготавливали, или хранили эти взрывные устройства, естественно, вращать внимание, особенно предупредлению массовых мероприятий, на какие-то отдельно оставленные предметы, сумки, пакеты и так далее. Потому что мы проводим большую работу и, значит, в учебных заведениях, и предпринимаются дополнительные меры по усилению безопасности. Это могли и жители как бы на себя обратить внимание при проведении сейчас практически всех культурных мероприятий. Используются, если это площадь, то бетонные блоки ограждения в целях предотвращения заезда транспорта на территорию, где проводятся мероприятия, и рамки металлодетекторов для того, чтобы предотвратить проход стационированных тех лиц, которые при себе имеют какие-то запрещенные к обороту предметы. Ну и, естественно, выставляется ограждение, чтобы предотвратить возможность проникновения на территорию, где проводятся праздничные мероприятия, посторонних лиц, которые имеют какие-то другие намерения совершить что-либо, чтобы испортить праздник. Поэтому и в автобусах, и в трамваях, и в метро, кто едет, обращать внимание на оставленные предметы. Есть там, допустим, кондуктор, есть вагон уважатый. Обратиться к нему. У них есть соответствующая связь прямая с диспетчером, и они могут проинформировать диспетчера, чтобы прибыл наряд полиции и, значит, вовремя осмотрел этот предмет, что там не лезет. Такие факты есть, такие выезды есть, но хорошо, что пока просто это забытые какие-то предметы и вещи. Поэтому вот таки надо людям и гражданам на это внимание рассчитывать. Спасибо вам за информацию, за ваши советы, за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!